Руководство военно-морских сил Индии выкатило претензии к скрепдержаве. Индусы признали бракованными все 45 мигов, которые мы им продали в период с 2004 по 2010 годы. Партнеры пожаловались, истребители слишком часто ломаются. Практически каждая посадка требует дальнейшего сервисного ремонта в общей сложности. На купленных самолетах пришлось заменить 40 двигателей. Дефекты выявлены в 62% случаев. Слушайте, кто-нибудь из вас удивился этой новости сейчас? Вот и я не удивился. Нет, конечно, пропагандисты уже верещат, из трусов выпрыгивают, как обычно. Вол, наговаривают на нас великих, это какое-то русофобие. Кругом же враги, вот и на усть коллегийских товарищей очернить российскую военную мощь. Вот только, а есть ли чем крыть в данном случае? В самой России лишь за прошедшую неделю крушения потерпели сразу 4 летательных аппарата, принадлежащих и Минобороны. С этим что делать? Причем я могу понять один из случаев с экспериментальным образцом. Ну, на то он и экспериментально испытывали. Что-то пошло не так, бывает. Но 4 случая за неделю, как по мне, это повод задаться вопросом о том, что не все в порядке в датском королевстве, а точнее в отдельно взятом ведомстве, которое, как известно, возглавляет человека, никогда не служивший в армии, но который зато наплодил во вверенном ему министерстве целый шабаш из генеральщ. Дочерей опять же удачно пристроил. А с обороны-то чего? 4 самолета упали у нас. 45 забраковали в Индии. Это только то, о чем известно. Военные же очень скрытные ребята. Они не болтают о своих неудачах на каждом шагу, предпочитая не выносить ссор из избы. Вот и прикиньте, реальные масштабы катастрофы. Очень опасаюсь, что в случае, как говорили раньше, если завтра война, так вот в этом случае на войну как раз пойдем со скрепами и песней. Точнее только со скрепами и песней, потому что все остальное украдено. Или развалено эффективно, и путинские управленцы только так умеют работать, потому что... Начинаем! Зато член Ульяновского ОНФ, Общероссийский народный фронт, так переводится название этой непонятной общественной организации, так вот, член Ульяновского ОНФ, некто Ситников заявил на днях, что стреколором-то оказывается, наши деды во время Великой Отечественной воевали, цитата, «Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору именно под ним. Наши деды и прадеды ходили в атаку во время войны, защитники страны в других горячих точках, выполняя свой священный долг, видимо, в Афгане. Празднование дня флага подчеркивает нашу любовь к родине и наше чувство патриотизма. Да нет, господин Ситников, в вашем случае лишь чувство идиотизма, было подчеркнуто безграмотность и невежество. Вот что вы демонстрируете такого рода заявлениями, не только вы, кстати. Лучше бы промолчал, честное слово, глядишь, за умного сошел, а впрочем, мы ведь живем в эпоху тотального халуйства, а в обществе халуев умные люди не ценятся, зато на коне оказываются выскочки, откровенные дураки. Вот только в прошлом выпуске рассказывал об идиотах, которые пищат, долезут во власть. Че они там забыли? Зачем им туда? А это способ добиться значимости. Забитые, закомплексованные люди, которые по жизни ничего из себя не представляют, которых, скорее всего, презирают даже их родные. У них не бывает друзей. В школе такие, как правило, становятся стукачами. Повзрослев, начинают набиваться в шестерки к начальству. В местах не столь отдаленных подобных людей называют шныри. Я говорю про них мягче, популизаторы, но, повторюсь, надо признать, мы живем во времена шнырей. Мы сами себе этот праздник устроили. Шариковы встали у руля нашей огромной страны, не с бухты барахты. Это мы их сперва наплодили, а потом пустили туда, за руль. И избавляться от шариковых тоже придется нам. Никто не даст нам избавления. Помните, да, ни бог, ни царь, ни герой. В противном случае. Эти помойные псы приведут нас на помойку. И только на помойку им неведома другая дорога. Потому что это реальная журналистика. И сегодня предлагаю пофилософствовать как раз на тему, как от шнырей избавиться. Поехали! Интересное письмо получил от зрителя. Хочу зачитать. Доброго времени суток. Периодически смотрю ваши ролики, репощу их в своей группе, иногда комментирую. То есть представляю собой среднестатистического подписчика. Хотелось бы задать простой вопрос. Если выборы в нашей стране представляют плановые ритуалы не более с заранее известным результатом, почему вы не призываете людей к активному бойкоту? Поясню. Жил-был некий Ганди, который именно при помощи активного бойкота помог своим соотечественникам освободиться от английского ига. Сейчас изо всех утугов раздаются призывы прийти на ритуал и показать ядросней фигу. А смысл? Чтобы вместо Чикатило проголосовать за битцовского маньяка? Ну и так далее. Вот сейчас, с вашего позволения, хочу сказать, в чем главная ошибка этого и не только этого конкретного зрителя, а многих, кто считает так же. Сразу оговорюсь, пример с Индией некорректен. Человек сам написал, они там освобождались от английского ига. То есть враг у всех был общим. И он, и понимали, даже самые тупые и безграмотные. Второй момент. Человек опять говорит о бойкоте. А я чуть выше рассказал, мы с вами живем в окружении шнырей шариковых. Их огромное количество. Бойкот при таком раскладе пустая затея. Шныри все равно прибегут на участки, они не могут не поцеловать зад хозяина. Это их сущность. Плюс одураченные. Плюс трусы. Плюс негодяи за 500 рублей и алкаши за бутылку. Иными словами, ну какой бойкот? Бойкот это когда все, а когда в отряде почти половина предатели. Возможно ли с таким отрядом хоть какую-то битву выиграть? Предатель родины. Понимаете, есть такое понятие, предатель родины. И теперь мы подошли к главному. Вот там выше, прислужив бойкот, зритель упомянул еще одно понятие, активный. Вот. Вот чего не хватает сегодня протестникам активности. Однако для того, чтобы общество проявило активность, оно должно стать обществом. Так и нет, если быть более точным, сначала мы должны стать обществом, а уж потом начинать говорить об активности, о сплоченности, о результатах на выборах, а что на России. А на России 20 лет, никому ничего не надо, все сидят по норам, ни в чем не участвуют, ни в выборах, ни в митингах, ни в чем. А потом сокрушаются, то мы же не можем ничего изменить с помощью голосования. Да. Теперь уже не можем, потому что для этих целей надо было проявлять активность все 20 предыдущих лет, а мы лежали. Потом вдруг захотели резких перемен, вот уже в сентябре. Нет. Не получится. Мы слишком затянули с лечением болезни. Посему нам нужно начинать проходить все этапы и процедуры заново. Если совсем по-русски не о результатах выборах в данной ситуации, нужно размышлять о том, как заставить граждан поднять, наконец, жопу из дивана. Это и будет первым шагом к созданию того самого гражданского общества. Поэтому я агитирую пойти на участки не за результаты еще раз. Вы их не получите ни в сентябре, ни даже через год. Научитесь сперва поднимать задницу в решающие моменты. Покажите упырям, что больше не собираетесь отсиживаться по углам, что вам не безразлично происходящее. Покажите друг другу, что вы вместе. И только после того, как гражданская активность станет привычкой, можно будет перейти на следующую ступень и хотя бы начать. Заикаться о каких-то результатах будущих голосований. Если ты не будешь заниматься политикой, то политика будет заниматься тобой. Хорошо, давайте на пальцах, как я люблю. Вот представь себе, ты мечтаешь попариться в собственной бане. Что для этого нужно? Всего ничего. Обзавестись участком, расчистить его, разровнять, поставить сруб, затем провести строительные отделочные работы, натаскать, нарубить дров, воды. Вуаля. Парься себе на здоровье, прав я или нет. Однако русский Ваня почему-то все время пытается избежать вот этого вот долгого и нудного промежуточного процесса со строительством. Он хочет, чтобы его мысль сама по себе материализовалась. И Ваня попал в парилку прямиком из мира фантазии. О, хочу попариться. О, уже парюсь. Безо всяких там вот этих глупостей, о которых сказал выше. Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Вот только так не бывает. И вы это лучше меня знаете. И с чем теперь я хочу задать вам вопрос, почему вы решили, что постоянно игнорируя процесс по созданию этого самого гражданского общества, вы можете что-то изменить на выборах в каком-нибудь сентябре. Хватит уже делить шкуру неубитого медведя и витать в облаках. Сделайте что-то. Вот, например, начните ходить на выборы. Да, пока не за результатом, но за тем, чтобы показать, повторюсь, друг другу в первую очередь, что вы есть. Что вам не все равно хватит уже этих детских недопротестов с фигой в кармане, мол, зато я в этом не участвовал. Это ведь только для самоутешения, не более. А они в это время смеются над вами, для них вы с таким бойкотом, как ребенок, который накрылся с головой одеялом, и я в домике, меня не видно. Они потому и борзеют, поскольку знают, терпилы в норах и вылезать из своих нор терпилы не собираются. Кстати, история с принудительной вакцинацией это в очередной раз продемонстрировала. Ну что, побурчали, повозмущались и все равно пошли швыряться. Не так? Господа, вам уже все запретили, на митинги нельзя, в одиночные пикеты нельзя, даже ругать их теперь можно только шепотом и под шконкой. Вы пока хоть в единый день голосования массово можете собраться в одном месте и показать свое фи по закону. А если профукаете и это, сделают голосование электронным и все, домик станет камерой. Как-то так, переваривайте их. Это была реальная журналистика, спасибо, что уделили время. Подписывайтесь, кто еще не подписался, лайки, репосты приветствуются, это здорово, помогают продвижению ролика. Напоминаю также, что у нас появился новый телеграм-канал, присоединяйтесь, ссылку оставлю в описании, в закрепленном комментарии, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова